Вы просто на это посмотрите! Помимо напитка, есть, знаете, такие кусочки, как будто это что-то связано с грязными носками. Я как джедай какой-то. А целый пойдет всякой ерунды. Смотрите, здесь реально грибы. И как бы менее соленые, по крайней мере, на первый взгляд так кажется. Всем привет, друзья! Вы на канале Тимсблог. И сегодня мы попробуем с вами необычный и интересный продукт из магазина, из вьетнамского магазина. А также попробуем с вами, что представляют собой фрукты, привычные для нас, это манго, это драконий фрукт на вкус. Потому что, естественно, здесь они, я думаю, будут более вкусные. Погнали! И начнем мы с вами с классики. Вот мы взяли вот такие вот фрукты. Это две коробочки. Фрукты были не порезанные. Продавщица при нас их нарезала. Здесь, на самом деле, чей-то волос. Возможно, это и той женщиной, которая нам до всего поховала, резала. Стоимость фруктов составляет 40 тысяч донгов. А вот это у нас драконий фрукт, такой спелый красный. До этого как-то мы пробовали драконий фрукт, но, знаете, он был белого цвета внутри. Это, видимо, такой прям спелый, вкусный драконий фрукт. И второе, это у нас привычное для всех манго. Вы просто на это посмотрите. Потрясающе. Просто потрясающе. Очень вкусно. Как-то мы делали уже обзор на драконий фрукт. Он был совсем другой. Это сладкий, сочный, очень-очень нежный, наиболее спелейший вкусный фрукт. Он стоил, ну, вообще, по сути, копейки. Поэтому, конечно, если вы хотите такие фрукты пробовать, а не просто какие-то пластиковые, да, которые в магазине продаются, а вот настоящие сочные фрукты, вам, конечно, нужно ехать в такие страны, как Вьетнам, Таиланд, чтобы попробовать его, какой он на вкус. Обалденно. Дальше мы с вами пробуем обычное манго, да. Манго здесь ничего особенного нет. Вот обычное, привычное нам желтое манго. Я не знаю, возможно, манго есть в других цветах. Может быть, там красный в других странах. Не знаю, если есть в других цветах манго, обязательно в комментариях напишите. Очень сладкая, спелая, сочная. Но она совершенно обычная. Стоило, кстати, манго, по-моему, 15 тысяч донгов. То есть все вместе было 40 тысяч донгов. 25 тысяч донгов стоило драконий фрукт. И 15 тысяч стоило манго. Ну, она действительно вкусная, сладкая. То есть манго, которое я ел до этого, не сравнится просто с тем, что это есть сейчас. Далее мы с вами тестируем химию. Что у нас есть из химией? Целый пакет, целый пакет всякой ерунды. Я набрал специально те продукты, которых нету, ну, на мой взгляд, нету в России, нету в Корее, что мы, в принципе, в Корее попробовать не сможем. По крайней мере, я этого не видел. Если в Корее есть, вы, может быть, видели, напишите в комментариях обязательно. Первым попробуем это чипсы лейс. Ну, чипсы лейс всем привычные знакомые, но здесь они идут со вкусом ноли. Давайте с вами их затестим. Запах, как у обычных картофельных чипсов, то есть ничего особенного. Ах, как пахнет. Она покрыта, знаете, такими тоненькими кусочками листа ноли, как я понимаю, как будто покрыта луком. Никакого особенного вкуса нет, они вообще не соленые, как будто чипсы, знаете, с луком. Может быть, со сметаной луком, но я бы сказал, что это прям чипсы с луком. Но они какие-то, знаете, менее соленые, мне по крайней мере, так кажется. Я не знаю, что это. Мне кажется, это грибы. И по всей видимости, это и есть грибы, нарисованные на картинке. Попробуем. Называется как-то снэкнем. Не знаю. Грибы, как будто с каким-то растением. Открываем. Ммм. Смотрите, здесь реально грибы. Не знаю, можно вообще их есть. Мне казалось раньше, что грибы можно есть только, знаете, такими готовыми, которые пожаренные, сваренные, потушенные. А это грибы сухие. Похожи на те грибы, которые добавляют, не знаю, в блюдо, когда их готовят. То есть, например, в детстве мы такие покупали, ну, измельченные грибы сухие. Добавляли, мама их добавляла в суп, да, и тушили их. А это прям полноценные грибы, которые, ну, предлагается нам съесть. А вкус гриба не соленый. Как будто бы вот его нужно еще готовить. Давайте еще раз попробую. Надеюсь, мне не будет потому после этого плохо. Похожи на грибные чипсы. Не знаю, не могу ничего про этот продукт сказать, потому что он вообще безвкусный, а вкус слабой гриба имеет. Я бы использовал это как добавку к какому-то блюду. Вот, но отдельно это есть. Нет, снег неплохой, потому что он, знаете, такой, может быть, безвредный, да, не соленый, не перченый, но вообще безвкусный. Следующим у нас на очереди идет опять чипсы лейс. Вейви такие я тоже нигде вообще не видел, кроме Вьетнама. То есть это техасский стейк, как я понимаю, по вкусу. Кстати, запах у них уже получше, чем у тех чипсов, которые мы ели до этого. То есть у тех лейс. На мой взгляд, у них, знаете, вот запах как прям вот таких чипсов из России. Потому что химозные чувствуются, что в них очень много химии. Как будто бы чипсы со вкусом барбекю. Вот если проводить аналогии этих чипсов, это чипсы, как наши чипсы, со вкусом барбекю, либо со вкусом гриля, но больше все-таки это похоже на вкус барбекю. Потому что здесь действительно чувствуется барбекю. Они вообще не острые. И, кстати, удивительно то, что эти чипсы, мне кажется, что они не такие соленые, как в России. Не знаю почему. Но они по солености как бы менее соленые. По крайней мере, на первый взгляд так кажется. Так вот, если посмотреть, обычные чипсы, да, вот визуально вы ничем не отличите их от других лейс. Ну, те, которые до этого были, они были с зеленью, а вот эти просто обычные чипсы. Не, вкус однозначно. Ну, похоже просто на барбекю, который у нас в России. Ну, по крайней мере, мне это окажется. Чтобы нам не было скучно все жевать, я взял также два напитка, в которые мы можем это все запить. Вот самый странный напиток, который когда-либо покупал. Смотрите, что написано. То есть здесь как бы написано на английском. Казалось бы, все просто. Грасс, джели. Грасс это трава, джели это как мармелад, да, как желе, но мне кажется, это какой-то мармелад. Вот, и как бы напиток, это какое-то желе из травы, и это очень странно на самом деле. Я сейчас пытаюсь понять, где он произведен, да, то есть какой страной он произведен. Произведен в Бангкоке. То есть это первый продукт, который я пробую, который произведен в Бангкоке. Это очень удивительно и интересно. Попробуем, что внутри. Вот честно, запах какой-то воды. Вот я не могу даже сказать, с чем он пахнет, потому что запах сильно не выражен. Я даже не понимаю, честно, на что это похоже. Немного похоже на тростниковый сок. Да, но это не как тростниковый сок, потому что тростниковый сок, он более как-то ярко выражен. А здесь, знаете, это будто бы тростниковый сок с каким-то огромным количеством воды и с чаем. Оказывается, в этой банке помимо напитка есть, знаете, такие кусочки. Типа вот, как вы пили, наверное, алоэ вера, да? Все пили, в России его очень много. Вот в алоэ вере есть такие тоже кусочки, как маленькие джелешки. Здесь тоже есть джелешки. И, как я понимаю, это джелешки травы какой-то. Вот какой травы, я, правда, не понял. Он не газированный совершенно. Не скажу, что это вкусно, но не знаю. Попробовать стоило в любом случае. Интересно. Интересно, но не вкусно. Прям так уж вкусно. Гриль из морских водорослей, сделанный в формате ролла. Так, он у меня поломался. Он, видимо, очень был хрупкий. Его нельзя было ломать. В общем, это действительно вот у нас такой был был ролл из водорослей. И я его немножко поломал. Ну, за самую страну, что я ел. Короче, друзья, это ролл из водорослей. Он сладкий. И он, тем не менее, как бы подкопченый на гриле. Это очень странно, потому что, с одной стороны, это похоже немножечко на какой-то, знаете, сладкий снэк к чаю. Например, там вы пьете чай, да, садитесь, и вот это можно закусить. Но, с другой стороны, это похоже в том числе и на закуску к какому-то блюду основному. Поэтому, очень странный продукт, очень вкусный. Ну, на мой взгляд, он, знаете, странный, но вкусный. Сочетание соленого, соленого, причем сладкого, да, это очень интересно. Опять же, похоже на листья нори, листья нори, которые вот завернули в ролл, посыпали сахаром и немножко подкоптили. Даже не могу профессионологию с российскими продуктами, потому что, ну, нечем даже сравнить, правда. У нас еще остались поки. И поки необычные, а поки милки мачо. Поки производят в Японии, да, судя по информации сзади. И поки вот такие, они очень популярны в Корее, но именно вот таким вкусом я поки не видел. То есть, это вкус милки мачо, то есть, молочная мачо. Мачо чай, думаю, многие пробовали, кто не пробовал, обязательно попробуйте. И вот эти поки со вкусом молочного чая мачо. А как обычно, упаковка такая стандартная. Что внутри у нас есть? Вот такие палочки. Я как джедай какой-то. А вот эти палочки, они покрыты таким, знаете, шоколадом тоненьким. И этот шоколад такого зеленоватого оттенка. Если честно, довольно странный вкус. Почему? Объясню. Да, это похоже на чай мачо. Палочки похожи, как обычные поки. Но, знаете, вот это покрытие, да, вот с чаем мачо, настолько оно, мне кажется, химозное, ну, по крайней мере, мне это кажется, возможно, натуральное, но оно кажется мне химозным, что отдает вкус им кальяна. Я не знаю, ем эту палочку, как будто курю кальян. Вот таким, такой, знаете, самый дешевый, простой кальян. Не знаю, я бы такой брать не стал. Мне больше нравится классика, да, с шоколадом. Вот. Но попробовать стоит, поки интересный такой вкус. Кто пробовал, пишите свои впечатления, что думаете об этом. И еще один очень интересный напиток, который у нас сегодня будет, Winter Melon Tea. Нарисована какая-то зеленая груша. Почему зимний чай, тоже непонятно. О! Когда пью такие напитки, либо что-то пробую, ну, это вот реально очень-очень странно. Я даже вам не знаю, как вот описать свои ощущения. Скажу, ну, правда, мне кажется, что как будто бы вот изначально пьешь, как будто это что-то связано с грязными носками. Я не знаю, в общем, это кажется. Ну, правда, вкус, ну, действительно, очень странный. Вот. Знаете, чем-то отдаленно напоминает кукурузу. Вот мы с вами недавно пробовали, и я делал видео про продукты из круглосуточного магазина в Корее. Там, получается, кукурузный чай был. Что-то отдаленно похожее на кукурузный чай. Но это, во-первых, сладкое, негазированное. И вот по вкусу очень-очень непонятно. Попробую еще раз. Я негазированные продукты люблю, но это очень странный продукт. Не похож ни на чай, ни на сок. Даже не знаю, правда, как описать. Возможно, какой-то грушевый, грушевый напиток, но он довольно-таки своеобразный. Так, и последнее. Вот конфетку мы взяли за 2000 донгов. Вот сейчас вижу, конфетка это от Nestle. Не знаю, фокусировка работает или нет, видно хорошо или нет. Называется Energy Cube. Ого! Она выглядит, знаете, как какая-то, как кубик маги. Вот я сейчас открываю, реально кубик маги, который запихали вот в такую упаковку и сделали квадратиком. Эту конфетку я разгрыз. Конфетка очень странная. непонятно, что это. Какой-то шоколад, корица, либо... Я, честно, не знаю, что это такое. Не знаю, сколько это дает энергию. Она какая-то и соленая, и сладкая. И, знаете, немножечко такая кисловатенькая. Чувствуется какой-то вкус кофе. Вот. Ну, опять же, я не понимаю, правда, кто это покупает, потому что, ну, это... Ну, я понимаю, что-то как бы берут местные, но... Это, правда, очень-очень странно. Кто такой пробовал, пишите ваши впечатления. Друзья, на этом наш выпуск подошел к концу. Обязательно будут в ближайшее время еще выпуски с едой из Вьетнама. Будут длительные влоги из Вьетнама, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, а мы с вами увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok